Привет, просветители! Очередная неделя, очередная новая инициатива, связанная со школой. Я даже не знаю, смеяться или плакать. Наверное, это уже стадия принятия. На этот раз школа срочно должна вести уроки материнства и отцовства. Вот просто скажите мне, почему именно образование является той сферой, в которой абсолютные непрофессионалы в голове у меня другое слово крутится, считают просто своим долгом что-нибудь поменять? При этом совершенно не понимая, как банально расписание в школе работает. Может быть, они, конечно, просто в 90-е рекламу пересмотрели? Инвайт, просто добавь урок. Я не знаю, на чем основана эта святая вера, что, во-первых, предметы можно добавлять просто потому, что захотелось. Ну ладно, в нашем образовании все именно так и работает. Со следующего года новый предмет. Ок, нагрузка, санпин, подготовка к экзаменам, совершенно незнакомые слова. Нам тут демографию повысить надо. Во-вторых, чтобы от урока был толк, вести его должен профессионал в этой сфере. А все вот эти люди из Госдумы, они правда верят, что школа вот буквально трещит по швам от специалистов в психологии, шахматах, военной подготовке, театральном искусстве. Теперь вон в уходе за младенцами и планировании семьи. Или достаточно подготовки из серии «Баба Нюра думает». Похоже, кто-то слишком серьезно отнесся к фразе. И чтец, и жнец, и дудей, и грец. Можно все-таки, пожалуйста, учителя свой предмет преподавать будут, а не выполнять функции родителей, социальных служб? Нет. Нет? А, ну тогда это многое объясняет. Как стать хорошими родителями, нигде не учат. Меж тем, это не те знания, которые передаются по наследству или зарождаются в нашем сознании самостоятельно. Поэтому ЛДПР предлагает ввести в школах курс материнства и отцовства. Причем курс обязательный, а не факультативный. Это уже не просто темы на разговорах о важном. Это отдельный, обязательный урок. Угу. Подставим между разговорами, трудами, профориентацией и НВП. Нет, химии в этом году не будет. Но она банально в расписание не помещается. Понимаете? Знания об отцовстве и материнстве до детей не родители должны доносить, хотя скорее своим примером учить. А чужая тетя Глюка Андреевна. А она, простите, кто? Она врач-педиатр, психолог, сексолог в конце концов. Мы же на этих занятиях научные знания передавать будем. Или опять мурашкины советы из серии детки, это хорошо. Тут просто такой глупый момент. Я все еще думаю, что школа с наукой связана. Даже ежу понятно, что никаких специалистов на этих занятиях не будет. В школе их просто нет. Помимо передачи молодым практических знаний и навыков, одной из главных задач нового предмета должна стать пропаганда здоровых семейных отношений. Многодетности. Еще раз, а кто многодетность будет пропагандировать? Шизоид Парфентич, у которого, дай бог, один ребенок. Потому что на его зарплату больше не прокормить. Или все же бездетная Глюка Андреевна, которой своя семья не нужна. Она воспитанием чужих детей занимается. Вы вообще много многодетных учителей видели? Им просто некогда и не на что демографию повышать. Или эти занятия будут как обычно проходить? Ребята, многодетная семья это такое счастье. У каждого должно быть минимум три, это четыре, значит пять детей. Что? А почему у меня только один сын? Иванов, тебе два за четверть. Мастер пантомимы. Ладно, даже опустим этот момент. Но о какой пропаганде многодетности может идти речь, когда по официальной же статистике, которую я уже раз десять на этом канале приводил, каждая вторая многодетная семья в России находится за чертой бедности. Ну что? Как пропаганда? Работает? Вы старшеклассников за дураков держите? Вы реально думаете, что они не понимают, что сейчас для молодой семьи даже однокомнатную квартиру купить весьма проблематично? Какие дети? Алло! Вас не слышно! Еще меня очень забавляет, нет, что все эти поборники огромной традиционной семьи сами как-то не особо пример подают. Для женщины самое главное это дети. А что ты тогда в Госдуме делаешь с одним сыном? А ну марш в роддом, демографию повышать. Такое ощущение, что один Милонов в свои же слова верит. Вот у него действительно большая семья. Кто-нибудь, пожалуйста, покажите уже этим гением расписание условного десятого Б. В какое место этот ваш еще один обязательный урок запихнуть? Давайте уже вообще все уроки отменим. А то они только мешают танцам, фотоотчетам, важным разговорам, подготовке к походу в роддом или горячую точку. Тут все от пола зависит. Хороша, конечно, ситуация, когда школа взвалила на себя функции родителей, которые теперь только работать должны. Ну, чтобы на репетитора накопить. Школа-то у нас теперь воспитывает. Знания можно и в другом месте получить. Здесь могла бы быть реклама онлайн-школы. Но ее не будет. Зато будет реклама моей странички Boosty. Если хотите смотреть ролики первыми, без рекламы, и, кроме того, иметь доступ к дополнительному контенту, то переходите по ссылке в описании и поддерживайте меня на этой платформе. Кстати, сейчас вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня там. Огромное им спасибо. Все, минутка рекламы закончилась. Давно уже пора, в принципе, детей в школе до 18 лет запирать. Пусть всему педагоги научат. Родители будут демографию повышать, а учителя ответственными за все остальное назначим. Главное, чтобы учебник по новому предмету хороший забабахали с картинками. А еще лучше видео с практическими советами. Еще очень важно, чтобы экзамены обязательно придумали, а то как-то несерьезно. Раз уж предмет обязательный, а не вот эта ваша факультативная ерундень, то давайте уже ИГ тащите. Ну, чтобы все прям серьезно было. Главное только понять, в какой институт после таких экзаменов поступать. Фраза про институт семьи еще никогда не была такой двусмысленной. Возможно, вы спросите, а кто конкретно решил мам и пап уже в школе готовить? Елена Афанасьева в 1997 году окончила Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории и права. После института в течение полугода работала преподавателем истории в средней школе. В 1998 году была избрана председателем регионального отделения партии ЛДПР. Человек, явно понимая, чем живет современная школа, полгода отработала. 25 лет назад. Привет, коллега! Очень хочется, чтобы Елена сама провела парочку пробных занятий. Показала мастер-класс, так сказать. Желательно на восьмом уроке, когда школьники как раз максимально настроены слушать о счастье материнства. Возможно, если Афанасьеву в школу еще на полгода отправить. Ну, чтобы красивое число получилось. Целый год по профессии трудилось. Следующие инициативы будут немного ближе к реальной жизни. Да, но в школе не хватает учителей по основным предметам. Получили! А давайте мы вместо поддержки профессии, не только на словах, тех, кто еще не успел сбежать, заставим функции мамки с папкой выполнять. Демография дело ответственное. Родителям нельзя доверять в этом вопросе. В очередной раз мы слышим одни и те же разговоры. Главное, роди. Воспитание, как обычно, за скобки выносится. Воспитывать будет чужая тетя, не волнуйся. Твоя же задача каждый год в роддоме появляться. Это, понимаете, о роли матери и отца дети будут узнавать не в семье, а за партой. Не, ну звучит очень органично, тут даже не поспоришь. Как стать хорошими родителями, нигде не учат. Так может быть тогда проблемы в семье? Не? Новый урок забабахаем. Обязательный. Точно. Очень здравое решение. И тут, конечно, важно отметить, что в самой идее рассказать школьникам, как ухаживать за ребенком, рассказать о взаимоотношениях в семье. Ничего плохого нет. Только где взять специалистов, чтобы это опять не было формализмом и пустым просиживанием штанов? Вот в чем вопрос. Вот и все. Если вы вдруг подумали, что на этом чудном уроке или чудном, я уже ни в чем не уверен, не найдется место традициям, то... Несомненно, содержание курса может и должно в некоторой степени варьироваться по регионам с учетом местных традиций и региональных мер поддержки молодых и многодетных семей, заключила парламентарий. Обязательный урок, содержание которого у нас от региона и традиций будет зависеть. Круто. Зато обязательный. Просто тушите свет. Воспитание вполне официально спихнули на школу. И здесь удивляться нечему. Как еще пропихнуть мурашкину идею? Отключи мозг и просто плодись, желательно почкованием. Возможно, просто депутаты не слышали о втором демографическом переходе? Ну так пусть тогда почитают на досуге. Ну знаете, саморазвитие, книжки, Википедия на худой конец. Да, сейчас люди живут дольше, позже вступают в брак, меньше заводят детей, потому что и требования к родителям повысились. И вот с этим нужно как-то бороться. Например, рассказами о том, что образование женщинам не особо-то и нужно. Не, ну серьезно, а зачем? Полным вычеркиванием из общественного обсуждения роли родителей в жизни ребенка. Что-то произошло? Какой первый вопрос? Куда смотрела школа? И где был классный руководитель? И это работает. Правда, на самые веселые слои общества. Вот они точно все заветы депутатов выполняют. А еще пить не забывают чаще всего. Но зато детей просто море. Нет, я не говорю, что каждая многодетная семья это алкоголики. Естественно, нет. А то еще обвинят в этом. Но мне, как классному руководителю, приходилось доносить сразу же до нескольких родителей героев, что у них еще и обязанности есть, а не только право пособия получать и водку из горла хлистать. Да, и когда ты на свои деньги покупаешь ученику ручки и тетрадки, потому что у нас нет денег, мы многодетная семья, школа должна всем обеспечить, ты начинаешь на мир немного по-другому смотреть. Пропаганда здоровых семейных отношений. Мне реально интересно, а какие вообще функции, ну кроме покормить и одеть, у семьи вообще остались? Учитывая все, что за последние несколько лет спихнули на систему образования. Мама, папа в жизни ребенка вообще должны присутствовать после момента зачатия? Нет? Как-то много негатива в этом ролике получилось. Поэтому закончить хочется на поэтической ноте. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители. Пример ему. Бродский. У меня все.